На санатории Красноярска-Загорье снова жалуются посетители-инвалиды. После нашего репортажа об ужасных условиях проживания в корпусах в редакцию новостей Прима дозвонились пенсионеры из Красноярска и Минусинска. На этот раз пожилые люди сообщают о неприятном запахе в номерах и рассказывают, что добираться до санатория им пришлось через балахту, на такси и за свой счет. О несанаторных условиях для инвалидов, которые едут в Загорье по госпутевкам от фонда соцстрахования, мы рассказали в июне. Тогда сразу два инвалида поделились неприятным опытом пребывания в некогда знаменитом санатории. Гостей заселили в комнаты с грязной мебелью, сломанным кафелем и оторванным линолеумом. А на просьбы поменять комнаты руководство не реагировало. Одному из гостей на фоне скандала с номерами стало плохо, уверяет пожилой мужчина. Его увезли на скорой, путевка сгорела. Сейчас инвалид вынужден поправлять здоровье уже в Красноярске. В этот раз льготников заселили в комнаты, где, по словам гостей, были клопы и пахло канализацией. Нам об этом рассказали жильцы комнаты номер 627. Люди вынуждены были брать у дежурной хлорные таблетки и раскладывать по углам. А пенсионерка из Минусинска рассказала, что вместо трансфера до Загоря через Красноярск ей пришлось ехать в Абакан, потом в Балахту и оттуда искать такси до санатория. Такая логистика съела два дня путевки и кучу нервов, рассказывает женщина. Я инвалидка с тросточкой иду, и я чемодан должна везти. Я столько настрадалась. Во-первых, душевая кабинка не оборудована для инвалидов. Держаться не за что. Я первый день, я как упала оттуда, почти голая выскочила в коридор и увидела горничную. Я говорю, что делаете? У вас даже ковриков нигде нет. Раньше был санаторий прекрасный в 90-х годах. В новости Прима обратились в региональный фонд социального страхования, чтобы там пояснили, кто должен контролировать условия проживания инвалидов. Ведь путевки эти далеко не бесплатные. Санаторий получает государственные деньги. В итоге фонд высылал Загорю запрос по жалобе. И судя по ответу, со слов сотрудников фонда, номера, которые люди сняли на видео, считаются уже отремонтированными. Теперь, после повторных претензий, фонд соцстрахования, кажется, созрел до проверки. В настоящее время мы готовим письмо обращения в Роспотребнадзор с просьбой о проведении совместной проверки по оценке качества оказываемых услуг по санаторно-курортному лечению льготной категории граждан в санатории Красноярское Загорье. Редактор субтитров А.Семкин